Большой вклад в развитие Красноярского края. В Железногорске идет строительство подземной исследовательской лаборатории. Это и рабочие места, это и дополнительные доходы, это и вопросы коммуникации не только с предприятиями, расположенных по всей стране, а это и коммуникация еще в мировом сознании. Память о русских воинах. Школьники Несейского района будут нести почетную вахту на посту номер один. Смену принять. Миниатюрные валенки и элегантные броши. Изделия ручной работы от лесосибирской мастерицы. Самое интересное, что я когда сажусь, я ничего не планирую. Я просто выбираю цвета, которые мне сейчас нравятся. Делегация Совета Федерации посетила в Железногорске площадку строительства подземной исследовательской лаборатории. За четвертым КПП, там, где еще в начале прошлого года была тайга, сегодня уже видны очертания научного исследовательского центра. Целью которого станет изучение возможности размещения в недрах Нижниканского скального массива на глубине около 500 метров отходов первого и второго классов. Значимость этого объекта для развития всей атомной отрасли страны отметили представители Федерального собрания. Ядерные технологии сегодня это не только защита нашего суверенитета, не только обеспечение электроэнергии, но и это ядерная медицина, новые материалы. Поэтому развитие будет очень бурным и важно, чтобы этот объект был построен быстро. Пока в России еще нет пунктов финальной изоляции этих материалов. Красноярский край и Железногорск в этом плане может стать уникальной территорией. Представители Федерального собрания подчеркнули, что размещение пункта скажется на развитии всего края. Члены комитета отметили плюсы для региона. Вопросы коммуникации не только с предприятиями, расположенных по всей стране, а это и коммуникация еще в мировом сознании. Это определенная политика, где российские атомщики, они сегодня на лучшем счету, на первичном счету и везде привлекаются. Самое главное, что, вот еще раз повторюсь, нам очень важно, чтобы люди в крае понимали, что это абсолютно безопасное производство. Кроме этого, есть также перспектива финансовой поддержки территории. Закрытые города атомной отрасли, по мнению членов Комитета Федерального собрания, должны иметь дополнительные преференции. Такой вопрос сейчас рассматривают в правительстве. Знаете, здесь честно нужно отметить преференции для ЗАТО. Сегодня они немножко снижены. Буквально вот неделю назад мы, рассматривая и бюджет Российской Федерации, как раз говорили о том, что пора вернуться, даже вот в те недавно прошлые времена, когда ЗАТО со стороны и Российской Федерации обеспечивалось. Преференции это налоговые, преференции это материально-техническое обеспечение. Я думаю, что здесь будут по опыту зарубежных стран рассмотрены очень серьезные вопросы в части преференции для населения. И притом не только Железногорска, а преференции Красноярского края. К 2025 году планируется полностью завершить строительство подземной лаборатории и перейти к научным исследованиям по возможности финального размещения отходов первого и второго классов. По предварительным данным, исследования продлятся до 2031 года. В Великой Отечественной войне советского народа над фашистской Германией. Оранжевые языки вечного огня, как беспокойное сердце, пульсируют над пятиконечной звездой. Рядом, под алым стягом, напоминающим Знамя Победы, замерев в строгом строю, стоят школьники, молодые жители поселка Верхний Пашино, юнормейцы. Именно им доверено первыми нести почетный караул у поста номер один. Смену принять. Пост номер один – краевой проект, главная задача которого – сохранение исторической памяти нашего народа, создание условий для патриотического воспитания подрастающего поколения. В Нисейском районе нести почетный караул у вечного огня будут школьники поселка в Шапкино, Погодаево, Потапово, Подтесово. Верхний Пашино одним из первых на пост заступил Всеволод Михаленко. Для него это особая миссия. Мой первый год за моих дедов. Первый год – это наследие. Это память. Память за всех воду, которые совершали наши деды. Поздравить жителей поселка и ребят с этим значимым для всех событием пришли представители районной власти. Они призвали бережно сохранять память о героях Великой Отечественной войны и не позволить иноземным пропагандистам принизить значение нашей победы. Я бы хотел пожелать всем мирного неба над головой, большого человеческого счастья. И, конечно, помнить уроки истории, не забывать подвиг наших отцов, дедов и матерей. Жители Верхнепашино почтили память невернувшихся с войны односельчан минутой молчания и возложили цветы к мемориальным плитам. Ученики и преподаватели Частоостровской школы стали первыми в крае, кто получил высокоскоростной интернет в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Сейчас у них широкополосный доступ, что позволяет использовать самые передовые технологии. Уже до конца года интернет появится в 570 социально значимых объектах во всем крае. Это образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления и пожарные части. Всего за ближайшие три года действия проекта «Цифровая экономика» в нашем крае подключат больше 2000 учреждений, где сейчас нет связи. На эти деньги из федерального бюджета выделено больше 2 миллиардов рублей. На Таймыре появится ферма для разведения овцебыков, пока она будет существовать в экспериментальном формате. Как сообщили в правительстве края, сейчас ведется работа по созданию этнодеревень в северных районах. И такое хозяйство будет органично вписываться в этот проект. Уже в следующем году с Ямала на Таймыр передадут 20 молодых овцебыков. Пастись животные будут на пастбище площадью 160 гектаров. А основным местом их обитания будет искусственно созданная среда с полувольным содержанием. Сейчас численность овцебыков в России составляет примерно 8 тысяч особей. Этот вид удалось сохранить и даже приумножить благодаря разведению их в домашних условиях. Пансионат «Кедр» отмечает юбилей. Ровно 10 лет назад в ноябре на базе санатория-профилактория был открыт социально-оздоровительный центр для людей пожилого возраста и инвалидов. Все это время за проживающими там пенсионерами не только ухаживают, но и помогают сохранить бодрость духа, самореализовываться в различных хобби и просто жить достойно. Как отмечает старшая медсестра, среди работников немало тех, кто стоял у истоков создания «Кедра» вместе с ней. Да и молодежь не оставляет учреждения без внимания. А сейчас мы имеем уже такой, ну не скромно скажу, большой опыт работы с вот этой категорией наших людей. И я просто хочу отметить, что в таких учреждениях случайных людей не бывает, я имею в виду в плане обслуживающего персонала. Это люди, которые прикипели, которые живут. Чтобы работать в таких учреждениях, нужно быть психологически готовым. А психологически готовым к очень сложной ситуации, потому что к нам попадают люди, которые попали прежде всего в очень сложную жизненную ситуацию. Уметь, так скажем, настройки себя, чтобы потом настроить тот, кто к нам поступил, на то, что здесь жить можно, жить можно хорошо, интересно. И, наверное, вот это вот все вместе, это действительно опыт. И мы стараемся этот опыт передавать и тем нашим новым сотрудникам, которые приходят. Для проживающих там регулярно проводятся различные мероприятия, в которых принимают участие как детские сады, так и студенты. В этот раз Кедр посетили волонтеры-медики, которые провели небольшую лекцию о пользе физической активности, сопроводив ее небольшой разминкой. По динамичную музыку пенсионеры с удовольствием повторяли за студентами несложные движения, так необходимые пожилым людям. Итак, теперь немножко вспомним плавание. Итак, раз, два, два, раз, плавать улезь, два, раз, два, три, закончили. И вы. Все проживающие там разные со своим прошлым и историей. Объединяет их именно то, какие люди осуществляют за ними уход, общение друг с другом и возможность жить полной жизнью, в которой есть место не только докторам, но и празднику. Значит, мы можем использовать вот такую вот салфетку, для того, чтобы уменьшать размеры. Можем использовать вот такую плену. С большим удовольствием и блеском в глазах Ирина Костарева рассказывает о своем хобби – валянии из шерсти. Заниматься этим видом рукоделия Ирина Геннадьевна начала три года назад, после того, как побывала на мастер-классе. Там она сделала небольшой валяночек из шерсти и поняла, что это дело затягивает и помогает отвлечься от забот. Для меня была идея первая – сделать варежки. Я очень долго изучала технологии в интернете, их достаточное количество. И для меня день первой создания варежек был самым страшным днем. Я боялась, что я испортила все, что можно испортить, не считая шерсти, считая все, что в квартире меня окружало. Из оставшихся кусочков шерсти от больших работ Ирина Геннадьевна изготавливает броши. Некоторые выполнены целыми сериями. Например, питерских котов наша героиня сделала после поездки в северную столицу. Многие броши выполнены с вышивкой из бисера. Каждое изделие имеет свой смысл. Я скучаю по детям, они далеко у меня. К сыну у меня уехал, я вот эту брошку сделала. Не знаю, почему такая вот она у меня получилась. Дочечки, внучка у меня есть маленькая, внучка у меня как цветочек распускается. Вот такого рода брошки делаю. То есть просто сажусь и начинаю вспоминать о том, что приносит мне истинное удовольствие. Это, конечно, внуки и дети. Муж рядом, слава Богу. И самое интересное, что я когда сажусь, я ничего не планирую. Я просто выбираю цвета, которые мне сейчас нравятся. Прошлый год у меня, вот это коричневая моя тема была. В прошлый год я все, что делала, и все делала в коричневых оттенках. Много времени и сил занимает изготовление шапок, варежек и шарфов. Каждое изделие проходит несколько этапов. В итоге получаются очень теплые и качественные вещи. В основном все уходит на подарки. Оборудование никакого такого особого для мокрого валяния я не приобретала. За исключением, наверное, пупырчатой пленки, она есть в магазинах. И большой такой деревянной палочки, в которой, собственно, все и происходит. Мастер-классы по валянию из шерсти Ирина Костарева устраивает для своих коллег и для воспитанников кадетского корпуса. Под ее чутким руководством они изготавливают подарки на 8 марта и День матери. Ведь изделие, сделанное руками сына, да еще и такое теплое, согреет в самый холодный вечер.